У Мэтт Хайлайт про TwitchCon, посмотри. Ооо! Ты видел какую-нибудь знаменитость Твичевскую, типа? А, Эмиру видел. Я не знаю. А Миру ХС видел? Таких не видел. Я хотел спросить у нее, в чем разница между русскими и украинцами. Она любит отвечать на этот вопрос. Это... Вот. Но Эмиру я не знаю, это такая, поэтому... Да, ребята, донаты не работают, я вообще-то чужой телефон взял. Я прилетел, как бы, в ЛА, и меня тут подобрал Андерсон. Сюда привез, вот. Какой-то Иисус идет. Но я тоже выгляжу круто, на самом деле. Типа никто даже не догадывается, что я не американец. Я уже говорил, я на стиле, типа. Я не видел. Как ты фига, Дольче Габбана. Это какой-то современный великий Гэнсби. Знаете? Может, трансляция уже упала, но в лифте, вот, даже Андрей не даст соврать, какая-то огромная темнокожная женщина, у которой была футболка Black Mama, сказала, что у меня она из тишир, типа, понимаете, как бы. Поэтому стиль это все, ребята. Донат в Steam с самой низкой комиссией на рынке. Карты Battle.net и PlayStation. Пополнение мобильных игр напрямую. Все это и многое другое на Donatov.net. Лучшие цены, гарантия на все товары и куча халявы. Донатов нет, донат есть. Купон со скидкой на первую покупку по ссылке в описании. Стиль это все. Меня понизили до аффилейта. Я раньше был партнер. Короче, я пришел, говорю, ну, типа, я партнер, мне везде пропуск должен быть. Мне говорят, извините, мы такого стримера не знаем. Вы бомж, дали мне. И то после споров самую нищую карточку. Меня ж галки лишили из-за того, что я контракт не прокликивал. Я его прокликал вчера, но статус партнера мне так и не вернули. Поэтому я вонючий аффилейт, и все смотрят на меня как на бича. Шевцов тоже где-то говорят здесь? Не знаю. Блин, кстати, а у меня осталась галочка. Я не знаю, блин, это цыка. А, у меня есть галочка. Ебать, уже скоро 100 тысяч. Охуеть. Блядь. Так пока не вижу. Хэллоу. Фига там. Хочу выглядеть так, когда вырасту. Персонажи из Фортнайта какие-то холи. Спасибо, добро пожаловать. Вам спасибо, вам спасибо. Приезжайте к нам в Россию тоже. Да уж. Что значит, да, уж там класс. Кто это, я не знаю. Я не знаю, он подошел. Хотите все аниме автомобиль? О! Фарминг симулятор 25. Вот это топ. Ха-ха-ха. Е**а. Пусота. Фига у вождя. У Мэда, у короля Ютуба, руки дрожат. Стопрод с похмелья, сука, туда пришел. Загнивают. Загнивают. В Самаре красивее. О, это крутая песня. Это Битлз, я знаю эту группу. Это американская группа. Не, айфон стабилизирует, по-моему, в своем основном приложении, а стрим уже с какого-нибудь нищего приложения Donation Alerts или что-то такое, или стрим лапса, там качество камеры хуже и стабилизации никакой нет. Американская группа. Главная проблема телефонов в том, что все вот эти фичи стабилизации и прочее работают только в основном приложении камеры. Из Манчестера, по-моему. Вон они, яхты наших олигарх стоят тут арестованные. Они как счастливые, посмотрите на этого. На этого красавчика. Блин, уже столько седых волос, жесть. Посмотрите на этого. Американ бой. Американская улыбка. Американ смайл. Голливуд смайл. Ну, где они будут самые типы. Не очень. Не, ну что, прикольно. Погода хорошая. Че еще надо для того, чтобы быть счастливым, правильно? На пропуске. Я забыл, где на русских правах дата рождения. Я просто показал ей на дату выдачи прав. Там 2010 год. То есть мне 14 лет, но меня пропустили. Это Стамбул. Это Минск. Минск. Местная городская библиотека. Здесь сегодня проходит слет анимешников. Аниме-конвеншен. Блять, они не купили мне пиво, по-моему. Нет, купили. Давай. Нет, нет. Мудила написано. Мудила. На вкус напоминает старый мельник из банки. Или из бочки какого-то. Из бочонки. Зуб желтый. Конечно, я курю, пью кофе. Странно, что они вообще у меня еще на месте. Ну, ничего. Я годик поживу, ребят. Годик поживу в Америке. Я себя вставлю. Все искусственные будут. Типа эти. Крутые. Илья, прости за беспокойство. Блин, я был уверен, что вы американки. Похожи на американок есть такой. Хотели поздравить, так сказать, с переезду. Спасибо большое. Вот на самом деле я тебе взяла. Как настоящий американец должен пить ванхайзи. Слушай, я не хочу обижать, но я не обижаюсь. Я откажусь от пива. Ну, на всякий случай. Просто мне часто хейтеры меня ненавидят. Не то чтобы похоже на моих хейтеров. Знаешь, они иногда плюют в пиво, а потом дают мне... Я думала попросить не открывать. Я уже подумала не открывать, просто принести за крючком. Не, кстати, кстати, разумная херня. Потому что когда тебе в Америке дают открытое пиво, особенно когда ты такая публичная, я бы тоже не стал. Ладно, я выпил. А если вы туда плюнули, мне, в принципе, все равно. Как, как Америка. Вдруг они подсыпали туда чего-нибудь, потом отвезут Мэдисон и будут его ебать. Ну, не знаю, какая... Честно сказать. Ну, честно сказать. Ну, я могу здесь остаться, мне кажется. Пока назад не тянет. Вы этого не видели. Это не вкуса. Не, мы уже 12 лет, поэтому... Ну, вы уже ассимилировались, короче. Да. Мы только... Большое спасибо хотим тебе сказать. Благодаря тебе мы узнаем, кто у нас в чате русские пучи. Потому что они постоянно приходят своими эмотами. Мы сразу такие... Так у нас есть общая аудитория какая-то? У нас есть общая аудитория. Мы когда-то не корр с жили, наши приходят люди, и мы такие логики, и все подвески пытаются открываются. А потом не забыли, кто ему использует, такая... Спалился. Ну, если я неплохо себя веду. Не, ну Мэдисон всегда был человеком, который вот как будто не на своем месте. Вот как будто вот в Америке действительно. Действительно он раскроется совершенно по-новому. Он всегда был таким нью-йоркским Максом Пэйном. Лос-Антовновским Ди-Джеем. Майамским Томми Версетти. Я извиняюсь за арест. Я, мои зрители, весьма милые. У нас на Санкт-Петербурге все прекрасно. Можно ожидать, когда на Санкт-Петербурге все будет. Я сдержалась. Можете сфотографироваться? Ты без проблем, конечно. За донат. Я как у Поднебесной. Да, правильно. А если бы тебе Алина дала открытый Асахи в Японии, я бы сам попросил туда плюнуть. Я думаю, что эта бутылка. Очень сильно взлетела бы в цене. Так на какой канал к вам подписываться, извиняюсь, я не знаю просто. Вот Синесер. Вот он. Синесер. И Доркер Стрэндж. Доркер, окей. О, спасибо. Такая небольшая рекламка. Да. Ну что, за кого голосовать-то будете? За Трампное? А мы голосовать не можем, мы не настолько ассимилировали. Мы еще не Ситизенс. Ну ладно. Бля, 12 лет уже здесь. И до сих пор не Ситизенс. До сих пор не Ситизенс. Блин, это как-то печально. Ну ладно. Ну у нас это как? Полыри Колоссайлов? Грина есть и вы ждете, да? Короче говоря, у нас Полыри Колоссайлов, которые сейчас поменяли. Сейчас берут тех, которые первые сейчас подают и в первую очередь ставят. А мы оказались в конце этой очереди. Мы сидим уже двенадцать лет ждем. Как в поликлинике. Может вам миграционного адвоката посоветовать? Я думаю, что я своему посоветую. Нет, спасибо, я не хочу двенадцать лет. Вот видите, Мэдисон уже в Америке цепляет женщин. А разве этот хер не состоял в КП РФ? Его турнули из партии за посещение страны врага? Чё ты это за предательство партии? Не, Мэд, по-моему, в ЛДПР когда-то состоял. Чё-то там помощник какого-то депутата или что-то такое. Но это было очень давно. Мы доставал в эти визы талантов. Это было времена. Мы начали с киношколы, а потом уже как-то... А в кино-то снимаетесь? Вы здесь, в Палифорнии? Я в Лос-Анджелесе живу. А-а-а, там же Голливуд. Типа всякие актёрские агентства. Там людей не плот. Да. Мы не актёры. Если по нам не видно, то мы не актёры. Не, ну есть же фильмы разные. Сейчас как раз снимают, типа, современное кино. Ну и поверишь, что я снимаю. Сейчас снимают в основном вертикальные сериалы. Я просто думаю тоже актёром стать. Но я не Лос-Анджелес. Надо, наверное, это сделать как-то портфолио. Ну если что, у тебя контакт с Лос-Анджелесом. Давай актёр озвучкой будешь. Не, у нас единственный контакт от Джеймс Дин порно актёром вчера. Не, я не рофлю, так получилось, типа, у нас есть, но я... Я слышал, что он жопу рвёт жёстко, поэтому мы как-то не особо хотим пока. Ну ладно. Не, ну слушай. Всегда нужны актёры озвучки отмачивать. Фига там этот чувак сидит слева в шляпе с усами такими... В очках. О, это я могу, у меня такой акцент, типа, Hey guys, I will shoot you, you know? Короче, ну типа, это талант. Hey, walk away, where are you going? Да, security point, security point. Так что, ребята, да, вот видите, полезный контакт. Давайте, ребят, все. Всё, давайте, девчонки, удачи. Say my name. Блядь, надеюсь, Анна не плевала в это пиво. Блядь, вроде бы не знаю, но верх какой-то тёплый. Может, ещё кто-нибудь подойдёт, посидим? О, факер! Нет, это не он, блядь, показалось. Погодите, погодите, они машут, блядь, как будто бы наши. Здравствуйте. Блядь, ну вот представьте, насколько у Мэдисона репутация за все эти годы, что даже в Америке, на твич-коне, он просто сидя открыл пиво, и к нему уже и оттуда подходят, и оттуда подходят. Блядь, его знают, это, ну, это всё-таки король рунета. Они внизу. Величайшие. А, они же тоже переехали. Я им устройство дал, да, со стримом, у них падает интернет. Там внутри действительно так себе, Илья. Идин. Я тебя знаю. Реально батя в здании твич-кона. Сколько у тебя народ смотрит? Как тебе с онлайном в 2,5 тысячи? Я не смотрю на свой онлайн чел, мне похуй. У меня сейчас 320. Блин, нифига. Ты не маленький стример. Я просто, ну, честно, я тебя, ну, не знаю, я не хочу обидеть. Не, забей. Прось штаны показал. Не, 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 говорят, штаны потянуты у тебя или нет. У него костюмы. Они сваливаются. У него костюмы как из джетельмена плотной. Смотрите? Ну, типа, если бы я его в Лондон встретил, он бы меня тоже... Казик норм тема. Сегодня залетел с 100 поднял 23к. В целом в плюсе в 150к. Всем советую играть в Казик. Берите займы, кредиты. Сливайте дома машины или штифказик и гаситесь от приставов. Живите в Ка. В Ка... В Кале? Я так что не понимаю. В Каторге? В Каторге? Блядь, чё. Окей, ладно. Вот такой костюм. А вот такой? Где? Блядь, да это не Амурнант. Заебали, блядь, это... Это Амиран какой-то. Сардаров, блядь. Ну, конечно, наебали. Мало говорит. Завожусь, возбуждаюсь. У меня стояк. Гонор, блядь, это такое. Мало говорит 13 тысяч. Ааа, ты откуда из Украины, из России? Ну, с Рашки, с Рашки, с Рашки. Рашки, это где-то в Серб... Ой, ты чё, Зуллин сидит, нихуя? Наблюдает. Зуллин, мне кажется, как грим рипер в жизни Мэдисона. Всегда где-то на фоне. Готовится забрать, пожнать его душу. Реально Зуллин сидит такой. Ну что, думал, что сбежишь, да? Из России. А, из России. Из Российской Федерации, Russian Federation, Анапа. Кто такой Зуллин? У-у-у. Юг. Голосовать, я никогда не буду голосовать. У меня нет ни хуя. А ты как в Америку попал? Через Мексику больше. То есть ты политический беженец? Да, да, да. Понимаю. Ну и как, типа, в курьерской доставке нормально по деньгам? В Калифорнии очень дорого, но зарплат нормальный. Ага. Я даже вот курьером получаю примерно пятерку в месяц. Так. Но этого мне хватает, типа, только на... Пятерку в месяц? Курьером? Ну это ты по сколько часов в день работаешь? По 10 где-то. Ну да. Блядь. Каждый день без выходных? Спасибо Джопичу за время. Какой еще жопич, блядь. Криваться надо этим, блядь. Все, давай. Какой еще жопич. Мои зрители просят тебя прогнать, говорят. Какой еще жопич. Жопич это ты. А я вот сейчас увижу, типа жопич. Он продолжает. Не, иди. Все, надо уходить нам тогда, получается. Двигаемся на стрим, было приятно познакомиться. Все это значит, наверное? Да ничего, блядь. Сидит, называет меня жопичем, блядь. Нет, что такое, я не понимаю. Блядь, я просто хуею. Сразу видно человека, который уже пять лет в Америке прожил. Брэд Питт. Еп. Надо было в попе чем-то. За СМИ. Блядь. Это какой-то вафл тайм, и он ростом 2 метра 10, мне кажется. Что? Чтобы вы понимали, как я на него смотрю. Блин. Вот я вам рассказывал, что моя тишир понравилась Black Mami. И вот она сидит. Это не ростом. Это она. Как тесен мир? Ну, как турнир проходит? Хорошо. Сейчас перерывчик небольшой у нас на ласт хира. И дальше мы уже продолжим дальше играть. Ребята вот сейчас уже сыграли. Один матч поиграли на финсу. Какой у вас призовой, кстати, сегодня? Сегодня у нас нет призового. Это единственный человек, который его, собственно, и делает. Ты видел, что ваши... Кто с***л у вас всё, короче, китайцы буквально в 10 метрах от вас. Да, ты видел, что они закосплеили даже Никиту? Да, блядь. У них не только Никита похож, у них и Огородников точно захочешь. И даже на тебя пары чуваков были похожи. На меня не сложно быть похожи, потому что это китайская команда. Бля, не, нахуй я бы хотел когда-нибудь быть как Мэдисон. Я имею в виду, типа, он просто такой что-то идёт по твич-коду, вообще в другой стороне там. О, Батлстейн Геймс, ну чё, как у вас дела-то? Нормально всё. Они тебя не переманили, я считаю. Не, не перейдёшь. Я вообще удивлён, что вы до сих пор не взяли и не ворвались туда, каким-то флайерами их не закидали. Да, да, ну это как бы, ну... Ну, в РП, естественно, не подостояние. Смотри, в чём физка. Они нас копируют. Так. Они хотят присутствовать нашему хайпу, и вот у нас есть... Не, я надеюсь, что Буянов на меня не обиделся за видос про Тарков, где я рассказывал про эту ситуацию, но я там, как этот... Я... я же купил, сука, его издание. Я... я имел право. Я не знаю, что они как-то в комьюнити, они такие типа, о, давайте возьмём и чуточку трафика, как мы... Крап заберём. И мы, в целом, окей, делаем что хотите, мы не против. В чём наша сила, по моему личному мнению. Так. Суть в том, что... Они копируют текущий тарк. Это ещё месяц... Это ещё, мистер Бетчер, пожалуйста. И они не знают, что будет через полгода. И они Атреоди всегда за шаг сзади. А через полгода будет что-то оху**ное. Ну... То есть они, как минимум, не знают, что по твоих сюжетных квестах. Как они выглядели и как они с билетарными. Ещё раз, удачи с игрой, удачи разработки. Надеюсь, сегодня пересечёмся после ивента. Здорово, ребят. Как вы? Блин, я... Здравствуйте. Я тоже просто стримлю. Так вот, смотрите, это... Хуё... Хуя... Хуя там пришли! За Мэдисона. Прекрасная физическая форма. Но у меня не хуже, я считаю. Ну-ка. Нет, хорошо. Я могу потроллить. Я тебе сразу говорю, пиво творит чудеса. Так это углеводы, типа... Понимаешь... Это тренировочный комплекс, это углеводы, это калории, это набор масла. У меня тренер, я какое-то время ходил, он вообще восстанавливался. Он пиво, сметану добавлял и пил. Правильно? Да. Это все нормально. Где нормальные люди делают? Так нормальный лифтер после тренировки, у него два бокала пива. Это как паста. А дальше потом всякие стероиды... Ну вы мне... Мы обсуждаем максимальный стероид. Не, стероиды ни в коем случае. Вы мне объясните, вот... Вы понимаете, я уже стареть начинаю, уже брюхо висит, но я хочу привести себя форму. У меня составите какой-нибудь комплекс тренировочный? Конечно. Без прикола, по факту, я могу спокойно составить. Не, без прикола я бы с удовольствием проходил. Здесь залы доступны абсолютно по 20 долларов в месяц. А вы недавно переехали? Мне казалось, вы давно. Второй дел. Второй дел. Ну, слушайте, типа, все-таки самое основное это питание. Да, питание. И вы, как вот чуваки, которые реально в хорошей форме находятся, да, можете сказать, что в итоге надо есть, типа, белки, углеводы, белки, жиры, жиры? Есть такой прикол, что я сквозь форму сделал, когда мы пришли в зал, 17,5 лет. Начи с тридцатком, тридцатком. Мы за три года сделали форму. Начи с простую поддержку. То есть, самая основная тема, это просто питание и повторение этих всех действий. А можно ли? Ты даже говорить не умею. Я умею. Повтори никаких действий, бацан. Ты что, серьезно? Ты серьезно? Ты серьезно? Давай, рассказывай. Блять, сидите. Реально близнецы так общаются. Ну, блять. Давай, рассказывай. Я могу сказать, ты что, дурак, серьезно? Пивом голова заплала? Какой пиво в голова заплала? А я нормальную семью еще говорю. Хорошо, что ты чего не перебиваешь? Самое главное, это просто питание. Ага. Блять, алкоголь. И, к сожалению, его пить не будет. Блин. Реально, реально прикольные типы. Не, не, не. Мы тебе составим очень жесткую пивную диету. Не, пивная диета это тоже не вариант. Я одно время пил, только пиво без еды и офигел. Это очень тяжело. Блин, вот понимаете, тут опять-таки вопрос. Между здоровым образом жизни, между хорошей фигурой и спортом и пивом, меня как будто клонит всегда в пиво. Я не могу. Ну смотри, я тебе так скажу. Да. Я не прямо, знаешь, такой зожник. Угу. Я любитель хорошо поесть разной еды. Угу. Просто я эту иду вырабатывать. Я, я не причем. Да не бери, заебал. Да не поговори. Да ты будешь вовремя. Я хочу сказать слово. Ты заебал. Ты заебал. Какой час? Он сейчас просто здесь сидит. Я тебе что расскажу? Я нормально. Предложение беру. Ты бэм, бэм, бэм. Ты водолей. Я не водолей. Я адекват. Я через сына адекват. Погоди, если ты водолей, то он тоже должен быть водолеем. Вы же в один день должны были родиться. В чем я говорю? Я просто любитель спорта. Я просто поддерживаю свою спорту. Для того, чтобы так поддерживать, я три года портал жестко. Дальше потом тоже тренировочный процент был жесткий. Но у меня так, знаешь, пошел в зал, покачался, вышел в зал, а я не качал. Вся эта история про то, что если ты хотя бы день не потренируешься, то ты сразу жереешь там и все. Нет, конечно. У нас были моменты, когда мы просто, когда на Кипре были, мы тренировались только на турниках и больше. Вы типа на сушке какой-то находитесь? Ну, типа, я просто вижу, можно я так? Да, да, да. Ну, блядь, у тебя как будто вообще жидкости нет в организме. Да, может, и ноги есть, и ноги. Нет, слушай, у меня ноги неплохие. Я типа футболом занимался, ты мои игры увидишь, ты поймешь, что... Ну, видишь? Квадрат. Не хуя. Там, блядь, можно это... А? Ну, нету, нету. А попу, попу можно заценить так чуть-чуть? Типа, крепкая или нет? Бабам-то нравится жопа в основном. Так. Блин, ну я не знаю. Чё-то не это. Мягкая какая-то. Я думал, там мышца будет. День ног явно. День ног... День ног особо не любите, я так понял. Блин, я, кстати, что-то думал, что вы давно в Америке живете. У меня такое ощущение было. Мы сейчас живем в Болгарии. А-а-а. Ну вы, кстати, похожи немного на Болгары, я должен сказать. У вас есть какие-то корни? Сами мы с Одессой, родом с Одессой. Сейчас в Болгарии. Не, я это знаю. Мне говорили, да, что вы с Одессой. Ну, Болгарии спокойно и так далее, но в любом случае Болгарии как база, потому что мы родители, там семья, я не могу ее бросить. Так, ладно, чё дальше? Обрать? Удачи. Шевцова бы найти. Говорят, что Амуранта его раздавила своей ногой. Детство. Посмотрим, кого она в итоге раздавила. Шинли прям тренируется к стритфайту. Видимо, как он, посмотрите на это дерьмо. А-а-а. А-а-а. Не воркаут. Тонли бир. Хотели заставить, блядь, тренироваться за кепку. Вообще охуеть. Стоп. Вы говорите, она наступила рядом с Мерчом на мексиканца. Это, я думаю, здесь. Я ее нашел. Да, вон она, наверное, это она, блядь. Вот, пожалуйста. Какой-то двойник как Горелинка рядом с ней. Слушай, как она такая. Не хочешь так же? Не, спасибо. Я тоже, наверное, воздержусь. Воздержусь. Ну, здорово, здорово, смотрите. Ну, а ты что, ожидал, что она будет гигантской, типа? Да, не надо. Давай сделаешь вид, что фоткаешь. Давай сделаешь вид, что фоткаешь. Да, вон он. Да, наверное, какой-то. Сейчас. Я потрогал Амурант, guys. Завидуйте мне. Я присел немного даже, чтобы быть одного роста с ней. На самом деле я высокий, я метров семьдесят пять. Не знаю, но я теряюсь, ребята, я теряюсь, как бы, понимаете, я прям занервничал очень сильно. Я бы хотел ее что-нибудь веселое спросить, но, блин. Жесть, как же он пытается найти Шевцова, но там в Ларс. Это сама Амурант. Прикиньте, у нее пять бензозаправок. Миллиарды долларов. Тут каждый растеряется. На следующем твичконе я попрошу ее наступить на меня. На следующем. Но не сегодня. Ну, вообще, она выглядела какая-то потерянная. Я бы не хотел у нее спрашивать про французские комедии, как я их изначально планировал. Ладно, это лучший день моей жизни. Чтобы вы понимали, эту руку я больше не буду сегодня не мыть, ничего. Приеду к себе домой. Ладно, не буду рассказывать весь план действий. Главное, чтобы ни одна свинья больше эту руку не пожала сегодня. Я теперь ощутил, что люди в России чувствуют, когда подходят ко мне. Неприязнь какую-то, зависть. Все эти чувства были. У Амурант на стриме десять, у нее три тысячи нас. Да какая разница, сколько ее смотрят и сколько смотрят меня, это не принципиально. Амурант знает весь мир. А жопича знают только, блядь, в этом чате, ребят. Да. Потому что вообще думают, что я умер. Я надеюсь, в киберспорт напишется хотя бы статью, что жопич подошел к Мурант на твичконе. Разве это не стоило того вся эта поездка в Америку? Это для нее очередной дрочила, который подошел и теперь будет дрочить рукой, да, которую он не будет мыть целый день. Но для меня-то это реальное достижение, поэтому я и нервничал. Как бы суперзвезда и все такое. Поэтому я, ну, такой был, неуверенный в себе. И она уже забыла обо мне и никогда не вспомнит, а я буду помнить ее всегда. Понимаете? Для меня это как бы вообще нечто такое невероятное. Но, честно говоря, вот положа руку на сердце, положа руку... Не, ну просто это когда интернет личностей, которых ты смотришь, или о которых ты знаешь, которые появляются в новостях, и тут ты видишь их вживую, там, не знаю, пожимаешь им руку, вот это вот все, ну, это... Это когда вот этот вот Илюха Жопич, которого ты с детства смотрел, соприкасается с этим англоязычным сегментом. Это, конечно, да, это даже для меня, я представляю, что это для него. На сердце, guys, если быть откровенным и честным, то на стримах она как-будто бы, да, ну, согласись, но вот она в жизни, она такая, ну, небольшая такая, какая-то, ну, с большой жесткой. Не, ну, у нее большая жопа типа и тиски не пилая, но... Блин, я вам серьезно говорю, я видел девчонок, ну, в разы симпатия, как бы в России, и они даже, ну, не стримерши еще. Амарант на стриме сказали, что его зовут Жопич. Ну, такое, блядь. Я тоже могу вот так вот сделать, блядь. И я типа Брэд Питт, а в реале, блядь, я жопич, блядь, волнейший. Так что стримам, стримам верить, это себя не уважать, это так, боев прогревают, блядь. Продают сексуальность, не более того. Я бы даже сказал, что Амурант, наверное, не самая даже красивая, возможно, женщина, которую я на Твичко не видел сегодня. Но в топ-5... Там уборщица проходила очень приятная. Я думаю, я бы ее поставил точно. Ну, вот это топ-1, как вы сами понимаете. Тут базару ноль. А? В жизни она симпатична. Кто? В жизни? Ну, видишь, мнения разделились, ребят. То есть, например, Андерсон говорит, что Амуранка красивая в жизни прям. Блин, чуваки, хотели бы такие усы, вот честно. Я сначала подумал, помните, короче, этого песенюха из военных трэдов на 2Ч? Я сначала подумал, что это он. Но это просто рандомный чувак из России. Да, Амурант пожал мне руку. На первом канале уже показали? У тебя в чате показали. Завидуешь? Конечно. Хочешь потрогать? Давай. Давай. Да. Энергия. Не, Мэтт красивый парень. Мэтт красивый парень, конечно. Да тут ничего не сделаешь. У него какой-то природный шарм есть такой. Мужчина честной судьбы. Он как вино, как дорогой алкоголь. Он с возрастом только красивше. Логвинова я явно не нашел, блядь. Тут каждый второй ряд. Вот это сложно. Это как знаете. Очень тяжело найти Логвинова на Твичконе. Прямо скажем. Где каждый выглядит как Логвинов. Мне теперь хочется вернуться к Амуранту и чтобы она все-таки наступила на меня. Но это будет выглядеть как голубые б***м. Я вот ненавижу, когда ко мне подходят. Я там типа сфоткался. А потом, знаешь, возвращаются еще раз да ё***ю. Привет. Привет. Здравствуйте. Да и привет. Здорово, вы нашли сейчас российский парень, который я попал в этот раз. Он думал, что... Когда, скажи как Тетхан или Мексике, он можешь идти... Да, конечно. Скажем про его. Письмо. Письмо. В чём? Да, конечно. Да, конечно. Звездный час Медисон выбрал быть счастливым Да, наверное, я в этот раз Такой хуйней занимаюсь Что, теперь кто там в мире, да? Нет, следующий, да? Но это был довольно возбуждающий момент, я должен сказать Как бы Прикольно Прикольно, блин Знаете, это как оказаться под кубуком богини Как у этой Леди Димитреску Только более маленькой и сисястой Ну, тряска жесткая, конечно Блядь, я только что Влад Савельева видел Отвечаю Сейчас он повернется и вы Убедитесь в этом Блядь, реально Влад Савельевич Блядь, нет Погоди, не, это обычный американец Это не он, я присмотрелся, это не он Или он Мне кажется, Медисона просто преследует призраки его прошлого Блядь, вы слышали этот бред? Нельзя покупать больше пива, чем у тебя рук Это калифорнийский закон Перед тобой что-то выронили белое Это белое нет смысла подбирать Тут только зеленое Если бы когда-то доллар Блядь, как травой воняет Это просто бить Мне, блядь, уже крыть начинает От этого Серьезно, я уже не могу тут сидеть Я не знаю, что Реально фантомные боли Там курит, но это жесть какая-то Запах свободы О, Лизон, здорово, как дела? Видишь, я в Америке, Лизон А вы там как? С лаской в России все сидите? Ну, давайте, давайте Респект таким людям Big Russian Boss, блядь Фантомный геморрой у жопича Блядь, и Джонни Нокс Блядь, меня начинают крыть с их травы, блядь Я жестко... Иди затяни Да у нас свое есть Блядь, под ноги там шипцов Леха Нет, это не он, это семечка Да чего, Мира? Мира обижена на тебя за то, что ее хуйтосим Когда я ее хуйтосим, то я сказал, что я ее хуйтосил вообще Что за бред, блядь? Разве было такое? Что происходит сзади меня, блядь? Что прикольное? Мэдисон, короче, как этот... Твой престарелый пьяный дядя Среди зумберов сидит, такая, типа... Блядь, че это такое... Посмотрите на нюхай Похоже, какая-то движуха Пожалуйста, я сделаю фото с тобой? Фото с тобой? Да, да, фото с тобой Все, двигаем А ты вообще не стримерши Да я, блядь, не знаю, но там народ вокруг нее стоит Какая разница, блядь? Даже она не стримерша, почему бы не сфотографироваться с симпатичной девушкой или парнем, я не знаю Тебе дали погоняло усик Ну, так и читается, да, усик, да Пиарит, пиарит свой канал, Affiliate Майнкрафт стримит, наверное Второй престарелый Андерсон, все Не хочу говорить какие-то вызывающие вещи, но я честно могу сказать, что если ставить азиаток на первое место, то я должен сказать, что латиноамериканки и афроамериканки делят второе и третье Давайте я проверю, скажу просто Как они могут... Да не переживай, мы сходим с тобой, не переживай, она вряд ли нас прогонит, пойдем, все вместе Поэтому просто белых женщин... О, Джонни Кейдж, пацаны О, Лара Крофт Расхитительница Макдональдс Блин, как же Андерсон хочет мир УХС увидеть, это просто... Я ее банат, детство Бля, я тоже ссать хочу Я тоже схожу Класс в карман, ребят Я просто знаю, что доктор без респекта забанили за такую тему Ну, там у него похоже Он, может, снимал... Да, он снимал, я в карман засунул Чисто он цветонул соседей Я не ссал на них Чуть-чуть, может, одна капля вот И все Это для здоровья Слезал Конечно Да, почему ты нас с собой в туалет не берешь Чуть-чуть Чуть-чуть А, потому что... Ну, как бы... Ну, потому что я омешка, блядь Я не такой альфач, как Мэдисон Не важка Че она ху... Чё она ху... Не трогала в своей жизни, что ли? Ты Цупис присутствует Естественно Смотрите Толстый старый Гитмен едет Сейчас посмеетесь Ого Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Вон, 29 Я уже чувствую этот запах мира Сладенький Слит эс 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 Встречи друг к другу идут Нас может разделить только вот этот парень Нет, всё, там медиа онли Это конец, пацаны Ну, пацаны, у нас нету пропуска туда Поэтому меня только попустят И опустят Это за самые позорные Все, пацаны Не хотят нас пускать К мире Как в фильме профессионал Остается только уходить под грустную музыку Никакой мира Твич не дал мне аккредитации И лишил партнерки за день до твичхона Вы вообще можете такое представить В России можно было бы взятку дать Пройти А тут только терпеть Давайте хотя бы здесь кости уроним, ребят Не бояться тебя, блядь Она видела меня, это Мира С моей бывшей тусила Меня она тысячу раз видела Ела даже хлеб на туалет после караоке Я не знаю Ну, типа мы подождем еще минуты 2-3 Но это какая-то бредятельная Надо рейдить Ну что, они идут, стоят Стоят у вас 27-го Ну, пошли они Короче, да, в натуре я заебался Сейчас лучше Лучше пивка попить Сейчас разыграю Darkness Edition Таркова Эдшов Darkness Edition Таркова Кто первый ввел, того и Darkness Edition Мне это Вручил лично Буянов Знаете, как это было? Буянов говорит На, держи Эдшов Darkness Edition Я говорю, я уж двадцатку потратил Я астрон расширил Говорит, тогда просто красивый этот Я говорю, окей Начинаю надевать А у меня, короче, это На голову не налазит, блядь Я даже ее не могу Надеть на свою башку Так вот так Типа, блядь Неловко получился Не, Мэдисон, конечно, блядь Мэдисон, конечно, хорош, как и никогда Съездил, нагнул Нагнул весь твичкон Это был лучшим, лучшим на твичконе Не, не, круто, круто Спасибо, что скинули Реально великолепная хуйня Я, ну, реально искренне рад за Мэдисон Когда-нибудь, когда-нибудь Я когда-то хотел стать жестким Подсосом Подсосом Мэдисона Но так и не получилось Поэтому пришлось как-то своими силами